В Париже с 1 сентября нынешнего года запретят аренду электросамокатов. Об этом заявила мэр города Ан-Идальго, ссылаясь на результаты референдума и напомнив, что только в прошлом году при столкновениях с данными средствами индивидуальной мобильности пострадали 459 человек, а трое погибли. Эта проблема актуальна и для нашей страны. Стоит ли запрещать этот вид транспорта или дело не в технике, а в людях? Об этом в нашем следующем материале. С недавних пор верной приметой наступления по-настоящему теплых дней стали электросамокаты и велосипеды. Но если последний и давно привычный вид транспорта, то самокаты вызывают смешанные чувства. Немало горожан, в первую очередь молодежь, активно поддерживают их распространение. Это быстрое передвижение по городу и в точку А, в точку Б. Это очень быстро. А вы что думаете? Все, они очень быстро ездят, все хорошо с ними. Однако есть и немало скептиков, которые говорят, что чувствуют себя некомфортно, когда видят лавирующих в потоке пешеходов людей на электросамокате. Ведь он, в отличие от обычного, весит довольно много. От 8 до 16 килограммов. Тверь, конечно, не мегаполисы, где статистика просто ужасает. Но и у нас столкновения с участием данного вида транспорта тоже фиксируются. У нас зарегистрировано всего за 2022 году три ДТП с участием самоката, в результате которых три человека получили ранения. С одной стороны, цифра не сильно большая, но с другой стороны, есть о чем подумать. В набережных Челнах уже подумали и запретили с этого года прокат электросамокатов. В Твери тоже немало тех, кто выступает за радикальные меры. Потому что даже по той же пешеходной трехсвятской улице гулять иной раз жутковато. Я бы запретила бы самокат. Ну, по крайней мере, в тех городах, в которых нет оборудованных для этого площадок. Когда навстречу, это опасно, это страшно. Желательно бы, конечно, для них сделать отдельную какую-нибудь дорожку. Об отдельной дорожке мечтают и сами пользователи данной техники, которую нынче модно называть средствами индивидуальной мобильности. Ведь ездить, например, по проезжей части улиц и опасно, и нередко, мягко говоря, некомфортно. Меня напрягает, когда я еду на них больше, если честно. На самокате? Да, конечно. Что вас напрягает? Вы видели наши дороги? Прекрасные дороги. Что интересно, туда же в ГИБДД не поддерживают такие меры, как запретить и не пущать. Осознавая, что в обозримой перспективе Тверь едва ли покроются сетью асфальтированных велодорожек, в ГАИ продумывают шаги, как сделать самокаты более безопасными для пешеходов. Совместно с администрацией города работаем. У нас было предложение, и оно реализовано, в принципе, к снижению скорости. Это технически возможно сделать владельцу этого шеринга, да, к снижению скорости в отдельных зонах, то есть там, где большой трафик пешеходов. Что интересно, сами кикшеринговые компании также выступают за такие меры, признаваясь, что им и самим выгодно, чтобы пользователь самоката ехал как можно медленнее, а значит и дольше. Ведь оплата повременная. Кроме того, в таких фирмах отмечают, что активно разрабатывают и другие решения, повышающие безопасность. Например, так называемое компьютерное зрение. Самокат сможет фиксировать, если на него движется пешеход. Внезапно, допустим, возник на пути следования пешеход, самокат сможет сам реагировать на эту ситуацию. Также он сможет реагировать, различать дорожные покрытия. То есть будет понимать, едет он по велодорожке, едет он по тротуару, едет он по автомобильной дороге, по обочине или в общем потоке. Вся проблема только в том, что кикшеринговые компании далеко не единственные распространители электросамокатов. Их запросто можно купить и в частном порядке. Причем нередко это устройство, развивающее скорость намного больше разрешенных 25 км в час. Поэтому совсем без запретов, например, продавать именно такую технику, видимо, не обойтись.